У вас есть мечта? Возьмите билет Гослато и угадайте верные числа. Покупайте билеты в Евросети. Гослато. Сбываем мечты. Покупайте билеты. Гослато. Сбываем мечты. Гослато. Ну че? Как расплачиваться будешь, а? А! Наличными. Лото это очень много денег. Лото, лото, лото. Лото. Кому? Спутники. Это летающие в космосе лаборатории. Разведчики науки во Вселенной. Полученные данные говорят о том, что животное хорошо перенесло воздействие ускорений при выводе спутника на орбиту и длительное состояние невесомости. Эти исследования послужат основой для разработки средств безопасности для полета. У вас есть мечта? Зайдите на сайт Гослато и угадайте верные числа. Гослато. Сбываем мечты. Я вас категорически приветствую. С вами снова Радим Джусубеков. И в этом видео хочу с вами прогуляться по стадиону. Прекрасный вечер. Чаровинск это самый экологически чистый город в мире. Мы видим какой у нас смог. И сейчас я запишу это видео. Сделаю небольшую пробежку для поддержания тонуса. Но хотел с вами сегодня поговорить немножко о другом. Хотелось бы вам заработать 120 тысяч рублей, скажем, за месяц. Ну, либо там максимум полтора месяца. Интересно было бы вам выйти на такой доход. Хочу вам предложить некую сделку. Я сейчас развиваю интернет-проект. Этот проект прекрасно себя зарекомендовал за прошлые 4 месяца. Зарегистрировано уже более 200 тысяч человек в этом проекте. И динамика вообще впечатляет. И с каждым месяцем людей и партнеров в проекте становится все больше и больше. И лично я сам занимаюсь продвижением бизнеса через интернет. То есть я настроил некоторые инструменты, которые мне позволяют выстраивать этот бизнес абсолютно на автомате. Никого не приглашая. И выстраивать это легко, азартно, креативно, с интересом. В общем-то, это не скучно. И я хотел бы предложить вам занять место в моей команде и дойти до этого результата. 120 тысяч рублей в месяц. Сейчас у меня высвободилось немножко времени. У меня есть мои партнеры, с которыми я постоянно работаю. Ну, я чувствую, что у меня есть еще свободное время. И я могу взять буквально 3 человека себе в команду на личный коучинг. Суть будет заключаться в следующем. То есть мы с вами все свободное время прорабатываем те инструменты, которые я применяю. Я вам показываю, как они работают, что нужно делать, чтобы выйти на этот доход. И спустя какое-то время мы с вами получаем этот результат. Я вам со всей серьезностью гарантирую получение этого результата при соблюдении тех рекомендаций, которые я буду давать. Пчел. И вот у нас есть спортивный комплекс. Если вам интересно включиться ко мне в команду и позволить себе заработать свои первые 100 тысяч рублей, то у вас есть еще пока что шанс. Свяжитесь со мной в личку. То есть если это увидели видео ВКонтакте, напишите в личку. Если на Ютубе, то под этим видео в описании будут контакты, как со мной связаться. И мы с вами плотно посотрудничаем. Я вам покажу, что нужно делать и как можно заработать эти деньги уже в первые месяцы. На этом я хочу с вами попрощаться. С вами был Родим Жасубеков. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Казахстанцы в скором времени смогут переводить деньги и получать данные, минуя банки и государственные организации. То есть без посредников. Это позволит технология блокчейн, возможности внедрения которой рассматривает Казахтелеком. В рамках Астанинского экономического форума международные эксперты обсудили опыт и перспективы применения ноу-хау в различных областях экономики. О цифровом будущем материал наших корреспондентов. Серия экономического форума о перспективах применения блокчейн собрала полный зал и целую группу интернет-пользователей. Среди них и представители компаний, непосредственно занятых внедрением этой технологии. В последнее время она завоевывает все новые сферы жизни. Во значимости блокчейн противопоставляют созданию интернета. Он также когда-то изменил жизнь людей, сделав ее проще. Таким же революционным становится и блокчейн, говорят эксперты. Он избавит пользователей от лишних расходов и значительно сэкономит время. Блокчейн – это технология распределенного хранения данных, причем хранятся не в чистом виде данных, а только транзакцией. То есть те операции, которые пользователь осуществляет в текущий момент. Для выполнения общей транзакции собирается так называемая цепочка транзакций. Цепочка транзакций, например, одно из применений цепочек транзакций, она нашла в технологии биткоин. Это криптовалюта, которая сейчас популярна в мире. Фактически во всех сферах жизни, где будет внедрен блокчейн, исчезнут посредники. Например, осуществлять финансовую деятельность можно будет, минуя банки. Достаточно иметь доступ в интернет. Роль Казахтелекома как раз таки в этом, чтобы обеспечить хорошей сетью даже самый отдаленный уголок страны. Те отрасли, которые будут использовать эту технологию, они должны быть уверены, что пользователи этой системы имеют доступ к сети. Нет сети, нет блокчейна, к сожалению. Поэтому технология будет возрастать там, ну то есть нарастать, скажем, там, где очень большое проникновение. И вот тут роль операторов, она соответствует в том, чтобы обеспечить этот доступ. То есть очень большое проникновение интернета, чтобы он был доступен везде, не только, например, в городе, но и в селе могли подключиться. Сегодня ряд государств успешно занимаются развитием проектов на базе блокчейн. Лидер – Эстония. Хорошие перспективы во внедрении таких технологий есть и у Казахстана, отмечают международные эксперты. И сессия, организованная Казахтелеком, тому прямое подтверждение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Оплати долги и совершай покупки. Судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД проверили водителей, направляющихся в гипермаркет за продуктами. Буквально у каждого второго из них оказались задолженности. Причем самая крупная сумма долга составила 7 миллионов рублей. Подробности в сюжете Станислава Жижина. Вечер рабочего дня. Парковка перед гипермаркетом. Водителей на въезде встречают инспекторы ГИБДД. Говорят, все законно. Здесь такая же проезжая часть, как и любая дорога в городе. Больше сотрудникам полиции документы водителей не нужны. Их задача – остановить транспортное средство и передать автомобилиста в руки судебных приставов. Здесь и разворачивается основное действие. Профилактическая проверка на наличие исполнительного производства в отношении гражданина. Недовольных внезапной остановкой немало, говорят приставы. Однако есть случаи, когда жители, наоборот, сами хотят себя проверить. Некоторые сегодня граждане сами подходили, сами интересуются. Потому что не все же знают, что сегодня будут проводиться мероприятия такие. Они сами подходят, сами проявляют инициативу. Подходят, узнают. Мы их смотрим по базе данных. Если у человека, у гражданина нет долгов, мы их пускаем. Если есть, некоторые проплачивают на месте. У некоторых бывает, что нет денег, но обещают прийти, появиться в отделе и проплатить. Некоторые говорят, что квитанции есть дома, но просто с собой нет. У водителя этого внедорожника нет с собой квитанции, да и оплатить на месте сумму долга он, скорее всего, вряд ли сможет. Какой долг у гражданина? Гражданина долг порядка 7 миллионов. Чем грозит? Сейчас в арестовом где-то. Объяснять, откуда взялась такая сумма, приставам бесполезно. Факт наличия задолженности есть факт. После ареста автомобиля и составления всех документов водитель пояснил, почему числится в базе злостных должников. Как у вас такая сумма-то большая накопилась? Это вопрос к моей бывшей жене. А почему? Потому что она так хочет. Забирать транспортное средство приставы не могут. Автомобиль сфотографировали и арестовали. Теперь его нельзя ни продать, ни переоформить. Его ждет реализация через систему ведомства. Правда, полностью весь долг это не покроет, говорят приставы. Но у человека будет стимул. Как можно скорее рассчитаться с долгами и жить спокойно. Станислав Жижин, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов. Курс на экономию. 3-4 миллиона рублей, по мнению специалистов, Владимир выиграет, если его новый глава будет работать бесплатно. Сможет ли новый мэр трудиться на общественных началах – вопрос. Этому даже общественные слушания посвящали. Но, по мнению некоторых депутатов, бесплатная работа принизит статус первого лица города. Правда, есть и другое мнение. Основную службу и общественные обязанности мэр или депутат может успешно совмещать. Впрочем, будет ли следующий глава Владимира получать зарплату, решит уже новый горсовет. Депутаты выберут городоначальника в сентябре. Впрочем, за такую перспективу проголосовало 24 депутата. Против – всего один. Много внимания на последней сессии горсовета было уделено финансам. Доходы и расходы города за последний год практически сравнялись и составили порядка 6 миллиардов рублей. В основном деньги город тратил на образование и адресные инвестиционные программы. Дефицит бюджета перевалил за 250 миллионов рублей. За 4 года работы неуклонно рос муниципальный долг Владимира. На начало 2015 года он составил более 700 миллионов рублей. Размер муниципального долга находится на безопасном уровне. Источниками покрытия дефицита бюджета выбраны кредитные ресурсы коммерческих банков. Поэтому при утверждении бюджета надо стремиться к принятию без дефицитных бюджетов. Или сокращать объем дефицита. Софинансированием помогает бюджет областной. Почти 35 миллионов рублей.